А сейчас праздник в студию. Сегодня мы отмечаем День радио и телевидения, с чем я спешу поздравить своих коллег. Но для зрителей программы недели небольшая экскурсия в закулисье программы. Это режиссерская аппаратная. И посмотрите, сколько людей трудится над выпуском нашей программы. И я хочу заметить, что неделя выходит в прямом эфире. Это такой дополнительный уровень сложности. Но с такой командой настоящих профессионалов мне не страшно. Ни в прямой эфир. Ни в разведку, ни даже в космос полететь. И я думаю, что зрители это тоже чувствуют и понимают. Ну а о том, как создаются другие топовые проекты СТВ, наблюдал всю неделю наш Костя Герцев. Он покажет то, что обычно остается за кадром. Ну вот, запускай. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. В Беларуси провели сев ранних яровых и сахарный свеклым. В Беларуси отремонтируют свыше 1400 километров местных дорог. Уже более 22 лет сердце телецентра на Коммунистической бьется в ритме СТВ. Итоги этого дня в прямом эфире на СТВ в студии Юлия. Алексей Юг, добрый вечер. Самые важные акценты дня в эмоциях и интонациях. Для белорусской делегации рабочий день в Кремле сегодня начался около полудня. В режиме нон-стоп здесь готовы рассказать и показать весь драйв жизни по ту сторону голубых экранов. Домой идем. Все, пора домой. А мне на работу. Спасибо большое. Завтрак на ходу, чем его полное отсутствие. Потому что голосу для того, чтобы работать, обязательно нужны силы. Еще на белорусской земле сохранились традиции, которые пополнили список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. На самом деле это такой адреналин. Несмотря на то, что приходится рано вставать и, казалось бы, ну кто нас там смотрит так рано? На самом деле смотрят. С половины седьмого утра до одиннадцати вечера и всегда в прямом эфире. Несмотря на приставку «Столичная», контурами Минска СТВ давно не ограничивается. Наши репортеры во всех уголках Беларуси. А если того требует зритель, то и мира. Ты вот знаешь, когда ты рядом с любимой девушкой, ты кайф не теряешь? Вот и я не теряю. Ну, не только в поле. У меня поля бывают разные. Сельскохозяйственные поля саммитов, хоккейные поля. Вот медийное поле. Оно широкое. И сейчас есть возможность реализовываться на нем. Свою круглую дату на неделю отметил и политический обозреватель СТВ Евгений Пустовой. 20 лет на телевидении. Сегодня он не только сторожила президентского пула, но и автор собственной рубрики «Без галстуков и купюр». О самом главном в жизни Беларуси, а что может быть важнее Дня Победы, политика «Без галстуков и купюр», авторский взгляд Пустового на СТВ. В философии СТВ всей компании это новости. Это правда. Это правдивые новости. Это развенчивание фейков. Это контрпропаганда. То есть мы делаем ставку на новостное наполнение. Как на СТВ, развитие авторской журналистики, так и на телеканале РТР Беларусь. Премьера на РТР. Герои авторской журналистики в амплуа ведущих ток-шоу. Дано совместный проект СТВ и молодежного парламента. Самые актуальные вопросы внутренней повестки из уст экспертов и приглашенных гостей. Каждую среду в 2020 не пропустите. Мы недооцениваем нашу молодежь. Они сейчас идут в ногу со временем. Хотелось бы сказать, что обе стороны высказались абсолютно четко и правильно. Международная политика наизнанку от теледивы Надежды САС. Она уполномочена заявить о том, что волнуют миллионы. Всегда резонансные темы и именитые эксперты. Чтобы дать им слово, ведущая готова на все. Специальный выпуск программы САС уполномочен заявить из сердца Европейского Союза, из Брюсселя. Хочу отметить, что впервые в истории белорусского телевидения мы ведем программу из студии пресс-центра Европейского парламента. Уже второй год они каждый понедельник говорят «По существу». Одноименное общественно-политическое ток-шоу в прямом эфире. Кстати, единственное на белорусском телевидении. Для Кирилла Казакова и Алены Сыровой нет закрытых тем и неприкасаемых гостей. Подождите, подождите. Мы очень часто затрагиваем повестку, которая внутри страны. И вот по моему личному наблюдению, желающих говорить, особенно в прямом эфире, на темы, которые больные внутренние, не так уж и много. Потому что всегда проще поосуждать кого-то там. Да, действительно, бывают события международного характера, которые мы просто не можем не затрагивать, которые влияют на нашу жизнь. Но тогда мы их и обсуждаем с точки зрения того, что это дает Беларуси и белорусам. Потому что, конечно, можно сотрясать воздух, конечно, можно обсуждать, а как там у них. Но давайте начнем с того, а как там у нас. Телеканал СТВ, он характерен такой острой гражданской социальной журналистикой. Эта журналистика вызывает особый интерес у нашей патриотичной аудитории. Всегда на ура воспринимается в аудиториях выступления ваших звезд. И всегда воспринимается особенно болезненно их выступление со стороны наших оппонентов и врагов. Мы это тоже видим, мы понимаем, что их цепляют. Это особый результат труда, это когда творчество действительно добивается такого профессионального успеха. Но не тук-шоу едины. Меню телекомпании СТВ готова удивить даже истинных медиагурманов. Остросоциальные, развлекательные, научно-познавательные и, конечно, спортивные программы. В объективах наших телекамер вся жизнь Беларуси. И по-другому быть попросту не может. Все показывают рейтинги, любовь наших телезрителей. Мы бы очень хотели, чтобы мы были флагманами. Чтобы за необходимой информацией, за быстрой информацией, за актуальной информацией и за комментарии к той или иной информации наша аудитора обращалась к нашим телеканалам, к нашим коммуникациям в цифровых средах. Сохраняя прошлое, создаем будущее. В эти минуты к эфиру готовится большой театрализованный концерт СТВ ко Дню Великой Победы. В центре событий образ учителя. И это не про профессию, а про признание и преданность. Повествование основано на реальных событиях в полуразрушенном Минске. Сквозной нитью проходит образ обычной белорусской девочки, которая рассказывает о своей школе, друзьях, первой любви и родине. У нас уже большинство проектов прошло вместе с телевизионной командой, вместе с административной командой телеканала СТВ. И вы знаете, это действительно по-настоящему талантливые, профессиональные люди, которые понимают нас, а что это, мне кажется, самое важное, с полуслова, которые понимают наши задумки, понимают наши идеи и дадут нам возможность, дают действительно творить, действительно делать то, что мы хотим в первую очередь, и даже помогают нам в каком-то роде раскрывать еще больше наш творческий потенциал. Не столичное и не студенческое, а самое настоящее телевидение со своей магией и тайнами, узнать которое, увы, дано не каждому. Всех счастливчиков с праздником! Всегда ваше СТВ!